есть мнение что при определенных настройках линии фибоначчи можно предсказывать разворот цены в этом видео мы попробуем разобраться дают ли нестандартные настройки преимущество в предсказании разворотов а в конце расскажу какой уровень обязательно нужно использовать при любых настройках потому что он дает лучшие результаты для прогнозов разворота так что досмотрите это видео до конца добрый день с вами адмирал маркетс меня зовут лимитов это заключительное занятие по настройкам сетки фибоначчи в начале расскажу как настраивать линии фибоначчи по методу четвертей кому интересно ссылки на первую и вторую часть будут в описании к этому видео теория без практики пустая трата времени поэтому во второй половине будут примеры они сделаны в виде теста так что вы сможете заодно проверить как поняли тему тест будет организован от простого к сложному а в конце подведем итог только набрав определенное количество баллов сможете сказать что тему поняли в одном ролике нельзя охватить все аспекты технического анализа и price action поэтому кто хочет узнать больше загляните на youtube канал адмирал маркетс где вы найдете десятки роликов с подробным описанием точек входа по price action и другие материалы необходимые для прибыльного трейтинга кто захочет задать мне вопросы вживую жду вас на моих бесплатных вебинарах они проходят раз две недели по вечерам в четверг на площадке адмирал маркетс ссылка для регистрации в описании к видео кто решит глубже познакомиться с темой этого видео скачайте эту презентацию из группы вконтакте учимся зарабатывать на бирже для этого переходите по ссылке в описании к видео в группе много материалов по трейдингу в свободном доступе знакомства с методом четвертей начнем с оценки отката все движение ценовой волны принимаем за сто процентов и тогда предполагаем что откат закончится в первой четверти от движения если откат не произойдет на четверти то ждем его на половине диапазона многие спросят такой ситуации убыточных сделок будет больше чем прибыльных не расстраивайтесь об этом как раз и будет следующем слайде если откат не будет и на половине то ждем его на 75 процентах стоит ли раз за разом открывать сделки на этих уровнях думаю не стоит вернее так можно открывать на этих уровнях сделки но предварительно необходимо получить подтверждение что цена этот уровень видит о том какому уровню нужно уделять пристальное внимание расскажу ближе к концу когда будем подводить итоги так что обязательно досмотрите это видео до конца думаю это видео принесет вам пользу а я буду благодарен если поставите лайк если в первом случае мы движение цены брали за сто процентов и так прогнозировали где окончится откат то сейчас по откату будем прогнозировать где может закончиться рост первая точка разворота может наступить на уровне в полтора отката когда уровень 150 процентов прошел без остановок ждем следующий локальный разворот на 200 процентах от предыдущего отката по такому принципу можно оценивать продолжительность движения до четырех диапазонов отката таким образом можно оценить как долго будет продолжаться движение после выхода цены из диапазона флага для этого весь диапазон принимаем за сто процентов и тогда ждем разворот на 150 или на 200 процентах обычно движение редко выходит за четыре диапазона случае треугольника за сто процентов берется диапазон первого отката сформировавшего треугольник в теории закончили но прежде чем переходить к тесту пару слов о настройке сетки по методу четвертей пожалуйста не забудьте подписаться на канал admiral markets для изменения настроек кликаем правой кнопкой и выбираем свойства переходим во вкладку уровне и в правом столбце удаляем настройки по умолчанию после чего задаем свои настройки в левом столбце задается пропорции уровня а в правом описании правом столбце можно ставить знак процента а можете оставить просто цифры как будет удобно если хотим вернуть стандартные настройки то нажимаем по умолчанию здесь все достаточно просто с теорией закончили а сейчас давайте попрактикуемся посмотрите и скажите как правильно натянуть сетку фибоначчи чтобы оценить до какого уровня снизится цена готовы поехали это неверно потому что накинули сетку на предыдущий откат это тоже неверно так как взяли движение нужно было брать текущий откат а это верно потому что для оценки движения накинули сетку на последний откат второй пример определите как протянуть сетку фибоначчи чтобы оценить до какого уровня дойдет цена пока не развернется эта ошибка потому что для оценки текущего движения нельзя брать старый откат это тоже неверно потому что сетку накинули на движение цены это верно потому что накинули сетку на откат и цена в нескольких местах подтвердила цель третий пример определите как накинуть сетку для того чтобы оценить где закончится откат цены это ошибка потому что использовали предыдущие они текущие движения так проводить линии фибоначчи нельзя потому что использовали прошлый диапазон а это верно потому что для оценки отката использовали сетку накинув ее на движение цены обратите внимание что откат закончился на 50 процентах в зоне пробитого уровня четвертый пример он похож на предыдущий определите как накинуть сетку для того чтобы оценить где закончится откат эта ошибка так проводить линии нельзя потому что непонятно к чему в данном случае относится это движение так можно было оценивать прошлый откат но не текущий это тоже ошибка а это верный вариант для оценки отката накинули сетку на движение пример 5 определите как нужно провести линии фибоначчи чтобы спрогнозировать где остановится рост это ошибка так мы могли бы оценивать прошлое движение но не текущее это тоже неверно так можно было прогнозировать откат но в данном случае он был уже нами известен а это верный вариант обратите внимание он неплохо предсказал остановку цены пример 6 как думаете какой вариант подойдет определите как нужно провести сетку чтобы оценить где остановится снижение это неверно потому что во первых использовали только часть волны а во вторых это движение а не откат это тоже неверно потому что опять использовали волну движения а это верно потому что сетку провели на откате и это позволило оценить вероятное место остановки движения пример 7 определите как нужно провести линии фибоначчи чтобы оценить где вероятнее всего закончится снижение цены это неверно потому что не использовали настоящий максимум отката эта ошибка так как взяли волну движения вместо волны отката это верно потому что использовали максимум волны отката пример 8 определите как нужно провести сетку фибоначчи чтобы оценить где вероятнее всего произойдет установка снижения будьте внимательны тесты усложняются это неверный вариант потому что накинули сетку на движение плюс тут еще есть один момент но о нем чуть дальше это тоже неверно хотя формально этот вариант дает верный ответ это верно для верного ответа вам нужно было здесь увидеть треугольник кто увидел треугольник оценил график верно для оценки потенциала треугольника нужно взять диапазон 1 отката сформировавшего фигуру посмотрите цена прореагировала практически на все уровни девятый пример подумайте какой вариант правильный не забывайте что сейчас блок усложненных вопросов это неверно потому что использовали волну движения это тоже неверно так как мы могли оценивать величину отката но не движение а это верный вариант в данном случае использовали диапазон флага для оценки потенциала движения мы на финише подумайте как нужно было провести сетку фибоначчи чтобы оценить где вероятнее всего произойдет окончание роста это неверно так можно было оценивать величину отката но не движение это тоже ошибка несмотря на то что в данном случае сетку накинули на диапазон флага правильнее было использовать сформированный откат в этом случае мы использовали сформированный откат и это верно цена несколько раз подтвердила отмеченные уровни вначале обещал вам рассказать об уровнях на которые стоит всегда обращать внимание говорю об этом в конце потому что хотелось показать как это выглядит на графиках думаю сейчас вы уже сами догадались что для оценки отката в первую очередь нужно смотреть на уровень половины диапазона а движение часто бывают кратны одному или двум или трем диапазоном это в первую очередь относится к фигурам а сейчас подведем итоги по тесту подсчитайте правильные ответы подходите к торговле ответственно трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала а доходность не гарантирована вы прошли тест если набрали 10 баллов и выше друзья если вам понравился материал ставьте лайк поделитесь им в соц сетях напишите комментарий расскажите сколько баллов набрали подписывайтесь на канал admiral markets и не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропустить новое видео всем спасибо и до новых встреч